Доброе утро! 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 Ну вот, Игорь Евденьевичс сказал, и эта правда, что для меня это абсолютная неожиданность, и конечно-же я прежде всего благодарен вашему учреждению, всем вам и еще мне хочется сказать что для меня конечно это очень большая честь и очень важно потому что с вашим замечательным учреждением как вы знаете я сотрудничаю давно и мне очень приятно что это одно из тех учреждений так сказать которая демонстрирует на протяжении всего этого времени и особенно на протяжении последних лет очень быстрое очень динамичное очень такое правильное движение вперед потому что вот мы можем говорить причем по всем направлениям абсолютно мы можем говорить о том что на протяжении последних лет этот замечательный медицинский центр уже реально представляет из себя ведущий экспертный центр в области клинической медицины федерального уровня это очень важно и еще более как мне кажется важно то что имеются реальные перспективы для его дальнейшего развития и на наших глазах все эти замечательные преобразования они происходят и поэтому мы уже сегодня можем видеть каким этот центр будет вот в самом непосредственном таком ближайшем будущем и насколько вообще радужны его перспективы и конечно же я не могу на самом деле не назвать он может быть сейчас будет этим недоволен но я не могу не назвать игоря ежеденча потому что безусловно в этой большой очень важной задачи все сделали много и каждый потрудился но безусловно без капитана такой корабль так замечательно двигаться вперед бы никогда не смог и поэтому роль личности в истории это всегда очень важно и вот на примере вашего учреждения можно как раз действительно эту благотворную роль личности совершенно четко проследить поэтому я на самом деле всегда с очень большим удовлетворением отношусь к вопросам нашего сотрудничества всегда делал и буду делать чтобы это сотрудничество постоянно развивалась и спасибо вам большое за высокую оценку моих скромных достижений спасибо вызвали недовольствие такое может быть он при но это точно совершенно ничего невозможно роль там личности ничего невозможно без объединения без каких-то совместных усилий без коллектива и мне если уж и герой там коснулся моей личности точно совершенно просто повезло прийти в очень высокопрофессиональный коллектив гастроэнтерологов института гастроэнтерологии который у нас вот дополняется расширяется представителями очень очень многих и федеральных и московских и региональных клиник и конечно просто просто интересно работать становится когда-то в таком очень мощном интеллектуальном окружении без него это просто невозможно сделать то есть точно ничего невозможно сделать невозможно сделать тоже вот без какого профессионального общения с коллегами самыми разными там представителями московской медицины там не знаю у нас как-то федеральных центров всех и наших там зарубежных партнеров друзей у нас очень много связи различных я думаю что вот эти связи конечно это крайне важная такая вещь которую обязательно надо сохранять развивать и я думаю что это залог нашей такой успешного движения нашего успешного движения вперед но еще одним залогом нашего успешного движения вперед естественно безусловно является такая преемственность не только между педиатрами и взрослыми врачами даже не знаю для врачей которые занимаются детством есть педиатр а если взрослый даже нет какого-то обобщающего слова там просто врач получается что не знаю взрослый врач поэтому эта преемственность она важна не только по отношению к Но она и в поколениях, безусловно, важна. Это крайне важная вещь, когда в поколениях передаются не только профессиональные знания, но и какие-то принципы, и донтологические взаимоотношения, и многие какие-то культуры проведения научных работ, образования, общения, в общем, все. Поэтому нам очень приятно, что у нас есть молодое поколение, которое мы тоже видим благодаря их активности, благодаря их научной активности. У нас ежегодно проводится конкурс на лучшую научную работу среди молодых ученых по гастроэнтерологии. Каждый год мы определяем трех победителей, которых приглашаем сюда, и мне приятно, я просто хочу, если вдруг кто-то первый раз к нам присоединился, а я хочу сказать, что у нас такое комбинированное проведение в этом году сохраняется пока с нашей сессии. Есть небольшое совсем количество участников в зале, всех лекторов мы приглашаем, в подавляющее большинство случаев. Все презентации показывайте с зала, все обсуждения здесь, а основная аудитория подключена. И вот просто тем, кто первый раз, может быть, подключился, я хочу сказать, что впервые вообще за все время у нас среди номинантов есть наши представители нашего учреждения. Обычно это все-таки из других регионов. Но вот я бы начать как раз хотел с работы, которая заняла третье место по мнению такой нашей междисциплинарной комиссии, которая эти работы изучала. Это Ивенская Татьяна Андреевна, ординатор второго года, лаборантка-эфтор факультетской хирургии Ставропольского государственного медицинского университета. Тема здесь написана. Клиника антромометрической лаборатурно-инструментальной характеристики железодефицитного состояния у детей с целиакией. Спасибо. Еще есть сертификат нашей образовательной платформы, в которой мы очень большое участие принимаем. Мне кажется, она очень успешно развивается. И сейчас мы работаем с помощью специалистов, которые развивают эту платформу, эту систему образовательную Медэкспро, как систему управления обучением. Там есть сертификат на доступ к различным образовательным ресурсам. Спасибо вам большое. Второе место по решению комиссии было присуждено Макаровой Алине Александровне. Это младший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики заболеваний кишечника нашего центра. Тема висцеральная чувствительность в диагностике лечения синдрома раздраженного кишечника тяжелого течения. Спасибо. Чуть большего размера подарок за второй тест. Почти так сертификат. Спасибо вам большое. Я, если можно, я так со стороны. Я просто, я же все-таки, ну, как бы из хирургии в гастрометрологии уже последние 10 лет погружаюсь. И могу сказать, что вот эти пациенты с синдромом раздраженного кишечника и тяжелого течения, но это нужно иметь еще определенное такое мужество, что ли, да, чтобы вот таких больных ввести. Потому что это не то, что в отличие от хирургии, там пришел, прооперировал, и, ну, практически человек там выздоровел. Ну, в каких-то ситуациях. Там понятное действие совершается. Здесь это просто долгая, такая длинная, тяжелая работа, которая требует, ну, таких еще эмоциональных очень усилий больших. Поэтому спасибо, что вы этим занимаетесь. И первое место присуждено младшему научному сотруднику тоже отделение патологии поджелудочной железы и желчеводящих путей нашего центра по теме оценка экзоэндокринной функции поджелудочной железы после дистальной резекции. Малых Марина Васильевна. Самая большая коробка. Поздравляю вас. Надо сказать, что на этом такие стандартные процедуры открытия у нас закончены. И я еще раз хотел поблагодарить всех, вот наш оргкомитет, платформу, сотрудников, вот тех, кто занимается платформой, развитием платформы. Сразу показывают Медэкспро и всех сотрудников агентства РИА Новости, которые вот сейчас очень большую работу провели и сейчас будут проводить на протяжении двух дней для того, чтобы обеспечить высококачественную трансляцию, высококачественное наше общение. Я очень надеюсь и практически верю в то, что следующая сессия будет уже полностью очной. Мне кажется, у нас вот эта вот волна пандемии, ну, надеюсь, заканчивается. На сто процентов, наверное, нельзя ничего утверждать, но, тем не менее, такое ощущение есть. Я очень надеюсь, что на следующий год мы обязательно придумаем что-то интересное вместе с вами, со всеми и что-то обязательно интересное придумаем, здесь организуем и будем общаться уже очно. Я всем желаю успехов и во всех выступлениях, в слушаниях, в образовании и во всех активностях жизненных, которые есть и во время нашей сессии, и вообще, в принципе, по жизни. Спасибо всем большое. И у нас в 9.30 начнется первое заседание. Спасибо. 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 Спасибо.